В те годы, когда развалился Советский Союз, было много противников вообще того, что здесь создано. Да я не имя Сталина возрождал, хотя и он этого заслуживает. Я возрождал вот этот объект, который говорит о той часточке истории, которая была у нас. И которую, к сожалению, на то время, особенно молодежь, да и мы, я тоже как историк, неправильно понимал. Неправильно, не то что не точно, неправильно понимал. А линия Сталина, две с лишним тысячи километров от Балтики до Черного моря, это укрепрайон. Если бы он, как мыслилось, сработал, здесь бы немцам было очень тяжело. Но из-за головотяпства, и это наш урок, это урок для нас сейчас, из-за головотяпства мы Беларусь потеряли в течение месяца полутора. Ничего не осталось от Беларуси. Но и линия Сталина там, где под Полоцком, где сражались по-настоящему, там на 25 дней задерживали фашистов. Если бы они не окружили вот эти островки, когда наступали, им бы было очень сложно. Поэтому это урок, это та неизвестная история нашей страны, которую мы должны знать. И этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим. И чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию против нас. Я часто говорю, что я четвертый, а то уже и пятый подходим к этапу реформирования нашей армии. Мы наблюдаем за войнами вокруг, конфликтами, и под это подстраиваем нашу армию. Мы ее сделали мобильной. Нет, эти вот колонны танковые уже не будут идти. Фронт на фронт, лоб в лоб воевать не будут. Будут террористические группы, будут выбрасывать в тыл еще куда-то. Поэтому появилась территориальная оборона, чтобы люди сами защитили себя и свои семьи там в глубине. А у нас мобильные силы, кто-то прервался, подскочили туда, разбомбили, уничтожили, вертолеты помогли и ушли. Оказывается, линия Сталина сегодня востребована не только на постсоветском пространстве. Здесь детишек привозят из Западной Европы. Здесь показывают ту технику, которая воевала, современную технику показывают. Мы будем и дальше расширять вот эту вот площадку для того, чтобы воспитывать патриотов, способных защитить не только себя, свою семью, своих детей, но и нашу страну.